Были времена, когда портативная техника не изобиловала своим многообразием, а владение мобильными устройствами связи было признаком успешного человека. Хотя для менее богатых граждан компромиссы всё-таки были. Пейджер. Прекрасная возможность оставаться всегда на связи, знать актуальный курс доллара, быть в курсе прогноза погоды, свежих новостей и анонсов фильмов. Этот девайс подчёркивает ваш деловой стиль. Именно так пестрила реклама того времени. Но на деле пейджер был не столько предметом необходимости, сколько имиджевой вещью, которая позволила выделиться, и в меньшей степени служила средством связи. Смысловая нагрузка посылаемых сообщений чаще носила развлекательный характер, нежели деловой. Через пейджер договаривались о встречах, просили перезвонить или даже ссорились. Компании утверждают, что улыбка или даже смех стали постоянными спутниками сотрудников пейджинговой связи. Например, сообщение «Я дома, позвони, будем ругаться». Наташа. Или «Срочно вытащи курицу из духовки, повторить три раза через полчаса». Или, например, следующее сообщение «У меня Наташа, не могу прокормить». Сообщение на тему любви «Целую правую коленку, обнимаю левую». Или «Лёха, жду осли ЗАГСа, Дима». По одной из версий, у нас в стране первый пейджинговый оператор появился ещё в СССР, перед Олимпиадой 80-го года. Но с его помощью решались только организационные вопросы самой Олимпиады. Для массового использования пейджинговая сеть стала доступна только в 1993 году. Интересный факт, что первый сотовый оператор появился на два года раньше. Хоть рекламы пестрили гарантиями доставки сообщений, но на самом деле с этим было не всё так однозначно. По зоне покрытия оператор в лучшем случае покрывал весь город и немного окрестностей, а в худшем связь со станцией могла пропасть даже в подъезде. Но печально было другое. Вновь появившись в зоне покрытия сообщения не доставлялись, так как пейджер является односторонним средством связи. Пейджинговая связь в России продержалась совсем недолго. Уже к 2002 году некогда большие операторы начали сворачиваться, а сами пейджеры потихоньку вытеснялись быстро дешевеющими сотовыми телефонами. Вообще, сам принцип работы пейджинговой связи достаточно простой, а сам пейджер технически примитивен и уходит корнями в историю своего создания. В 1956 году была представлена первая в мире система персонального радиовызова. Она позволяла вызвать определённого абонента, приёмник которого начинал пищать, что означало необходимость созвониться с оператором для прослушивания послания. И только к 1979 году был разработан первый пейджинговый протокол обмена данными, POCSEC, который позволил передавать информацию. К этому же времени пейджеры начали обзаводиться экранами, правда только числовыми. И только к концу 80-х годов пейджеры стали действительно массовыми устройствами, а в начале 90-х обзавелись привычным текстовым дисплеем. А что же сегодня? Неужели некогда желанный девайс годится только для украшения полок? А вот с этим фактом и попытаемся сегодня поспорить. Если уж приобретать пейджер, то он настоящий, тяжёлый и бескомпромиссный. Motorola Advisor. Легендарный пейджер 90-х, который своим строгим видом подчёркивает статусность и деловой стиль владельца. Большой четырёхстрочный экран, четыре кнопки направления и две функциональные клавиши. На фоне большинства существующих на рынке игрушек он выглядит по-настоящему круто. И чтобы прибавить полюсток своей статусности, я раздобыл не один, а целых три таких устройства. И на сдачу вот эту мелочь. А если на самом деле, то они продавались комплектом по цене средней шаурмы, и отказываться от такого предложения было бы довольно глупо. Данная модель появилась на рынке в 1990 году и является одной из первых, которые поддерживают текстовые режимы сообщений. Помимо всего, данная модель имеет подсветку, память на 20 сообщений, функцию часовки будильника. От одной батарейки данный агрегат может работать целый месяц. В силу определённых причин, для подключения к оператору связи пейджер приходилось каждый раз разбирать. Поэтому разбирается он как автомат Калашникова. Быстро, просто и без единого шурупа. Внутри находится электронный бутерброд из плат. Нижняя плата содержит процессор, память и прочие контроллеры, а верхняя – непосредственно сам приёмник сигнала. Так как операторы работали на разных частотах вещания, после каждой смены провайдера требовалось перестраивать пейджер на новую частоту. Если в более продвинутых моделях, таких как NEC, это можно было сделать программно, то в пенсионерии Advisor частота менялась путём замены кварца на плате приёмника. Для этой процедуры даже был специальный термин – перекварцовка пейджера. Абонентский номер, название оператора и прочие настройки производились через программный интерфейс, контакты которого выведены на левую сторону корпуса. Кстати, при подключении оператор часто заменял наклейки на корпусе своими фирменными. С дизайнерской точки зрения такие стикеры выглядели спорно, но, как говорится, реклама двигатель торговли. Вот, собственно, и весь богатый внутренний мир пейджера. Теперь надо будет проверить весь этот хлам и заставить работать хотя бы один из них. Первый пациент вроде бы работает, но периодически на дисплее виднеют артефакты. Мелкий пейджер работает превосходно. Следующий Advisor работает по настроению. Как оказалось, у одной микросхемы просто пропал контакт. У третьего тоже наблюдаются проблемы с дисплеем. Там нет части строк. Короче, все три моторолы сначала надо полностью пропаять, а потом уже разбираться дальше. В теории это, конечно, четыре устройства. Маленький пейджер я сейчас не считаю, потому что с ним есть определенные сложности, и о них я чуть дальше расскажу. Теперь необходимо перепрограммировать пейджеры для установки своих настроек. Программирование этой шарманки, как и большинство устройств того времени, производится по протоколу RS-232. Если на компьютере ещё есть такой порт, то прекрасно, а если нет, то на помощь придёт любой USB-ком адаптер. Но перед этим надо отключить запрос пароля на изменение настроек. Данная операция делается путём подачи сигнала разрешения записи ПЗО и запуска утилитки отключения этого пароля. Пароль сброшен, и теперь можно запускать вторую сервисную утилитку для изменения самих параметров. Как можно видеть, настроек тут достаточно много. Кстати, в данный пейджер можно вбить до четырёх абонентских номеров, или, как их правильнее называть, капкодов. Для каждого кода можно определить свою категорию. Личные, групповые или рассылка. Тут же можно выставить рабочие режимы. Тональный, цифровой и текстовый. На следующей странице находятся функциональные настройки. Поддержка вибратора, показ даты, отключение оповещений и всё прочее такое. Следующая страница предлагает немного кастомизировать служебные текстовки, звуки оповещений и даже разрешить беспроводное программирование. Кстати, тут же видим отключенный запрос пароля и непосредственно сам пароль. На всякий случай скину его на стандартный. И на последней странице можем кастомизировать сами служебные надписи пейджера. Записываем настройки и смотрим, что получилось. Те же самые манипуляции проделываем с остальными пейджерами. По итогу получаем три пейджера с разными капкодами, которые можно различить по строке оператора. Остался вопрос с передатчиком сообщений. Сначала я хотел собрать простенький передатчик на одном транзисторе, но потом прикинул, что на отладку такой схемы уйдёт довольно-таки много времени. Ведь мало того, что нужно точно попасть в основную частоту приёма, так ещё и требуется настроить ширину канала и намутить какой-то кодировщик сообщений. В общем-то, поразмыслив пару вечеров, вспомнил, что когда-то давно видел статейку, которая описывает превращение обычной малинки в самый настоящий передатчик на рандомную частоту. Приключение с установкой RPI-TX оставлю за кадром, и по итогу всё-таки оно запустилось и даже заработало. В качестве анализатора буду использовать обычный SDR-приёмник. И каково же было моё удивление, что, оказывается, эта софтина уже из коробки поддерживает протокол POGSEC. То есть, за нас уже всё сделали. В комплекте есть простенькая тестовая утилита, которая показывает, что вроде бы всё работает. На спектре сигнал виден отчётливо, а значит, в теории всё должно заработать. Для определения частоты работы пейджера смотрим на частоту кварца. Умножаем её на 3 и прибавляем 17,9. Конечная цифра и будет частотой нашего пейджера. Но данная математика применима лишь в Motorola Advisor. На других производителях, вероятно, формулы для вычисления частоты будут маленько иными. А вот с мелким пейджером ситуация довольно интересная. В начале нулевых информационный портал frock.ru решает расширить свою сферу влияния и выходит на умирающий рынок пейджинга. Естественно, сама ничего не производит, а заказывает партии дешёвых китайских пейджеров у компании ProdArt со своим логотипом. При этом Гордон называет свои услуги ни больше ни меньше интернет-пейджингом. Но вся суть лишь переадресации электронной почты и оси-кью сообщений прямиком на пейджер, без необходимости заходить в них с компьютера. Всю дешевизну данной поделки наглядно показывает его плата. Вся логика выполнена на капле, и даже в качестве подсветки используются две лампочки накаливания по бокам. Так как производитель сугубо китайский, то и документации на их продукцию практически нет. Непонятно, как узнать частоту приёмника и каким образом его надо программировать. Поэтому придётся оставить этот пейджер до лучших времён. А сейчас тот самый момент, когда всё вроде бы должно заработать, но скорее всего работать не будет. Набираем команду для пейджера, указываем капкод, текст посланий и частоту вещания. Ну кто бы сомневался. Опять слезу в программирование пейджера и пробую выставить другую скорость приёма. Возможно дело в этом. Хотя хрен его знает, может и не в этом. Заодно в строку оператора добавлю капкоды пейджеров. А на самом пейджере поменяю плату приёмника. Два из них на частоту 159, а третий на 165 МГц. Оно работает! Оно работает! Ну наконец-то! Ну как мы помним, на один пейджер можно навесить целых 4 разных капкода с тремя разными категориями. Снова лезем в режим программирования и пробуем разобраться, какое у пользования софт остальной категории сообщений. С личными всё понятно. 20 последних сообщений сохраняются в пейджере с возможностью прочитать в любой момент. Остались групповые почтовые рассылки. Назначим для них свои капкоды и посмотрим, чем они отличаются. Интерфейс пейджера немного неудобный. Входящие сообщения показываются в виде пиктограмм согласно своему порядку в настройках. Если честно, я представлял результат немного иным. Были мысли, что MailDrop будет работать по типу новостной ленты с отображением сообщений сразу в режиме ожидания. Но у них вся разница лишь в положении иконки принятого сообщения. И для прочтения всё равно надо делать лишнее телодвижение. Давайте проведём последний эксперимент и посмотрим, как будут отображаться очень длинные сообщения. Ну, в принципе, очень даже удобно. Сообщение читается нормально и при желании его можно было сделать ещё длиннее. Грамматика хромает, но надо учитывать, что текст передаётся латинскими буквами. И по уму надо сделать таблицу транслитерации. А теперь, наверное, главный вопрос. Для чего всё это нужно и что с этим делать? Есть у меня одна задумка практического применения. И сегодняшнее знакомство дало толчок для дальнейшей реализации. Но об этом в другой раз. Как видите, такой артефакт из 90-х, как пейджер, даже сегодня может найти своё применение. Конечно, есть более современное решение в виде радио, блютуз или вайфай-модулей. Но у них есть ограничения либо в радиусе действия, либо в необходимости продумывания приёмной части. Пейджеры при своей копеечной цене по факту представляют из себя готовые, достаточно дальнобойно автономные устройства. Которым можно найти применение в качестве сборочков телеметрии, датчиков аварийных ситуаций, индикаторов изменения состояний или другой служебной информации. Хотя и с пейджером не всё так гладко. Главный их минус – это частота работы. Для вещания на частотах 150-180 МГц требуется приобретение лицензии. И просто так, даже с малой мощностью там вещать нельзя. Да по-моему, там вообще никак нельзя вещать. В целях эксперимента с радиусом в несколько десятков метров по ушам, конечно, не дадут, но для настоящего дальнобоя нужно перебираться хотя бы на 433 МГц. Хотя я не силён в частотных делах, и если кто лучше владеет информацией, поделитесь в комментариях. У пейджеров с кварцевой настройкой можно, конечно, подвинуть частоту приёма в диапазоне 5-10 МГц, но для более широкого диапазона придётся пересчитывать контуры и фильтры в тракте приёма. В случае синтезаторных приёмников, возможно, будет немного полегче, но таких пока у меня на руках нет. Так что продолжение следует. Хочу ещё напомнить, что я завёл телеграм-канал, кому интересно, ссылка будет под видео. Всем мира, добра и удачи, и до скорых встреч!